В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно раз в месяц мы встречаемся с депутатом Петром Смирновым и обсуждаем самые яркие городские события. Пётр, привет! Добрый день, Лидия! Добрый день, Лидия! И пока это единственная информация, которая у меня лично есть по поводу мобилизированных, но я так понимаю, что все они проследовали в один из полигонов военных частей в Нижегородской области. В том числе, там, собирали параллельно с районов, там, с Дивеевского и так далее. Вот. И куда, зачем и почему они едут, да, никакой информации нет. Вот. И, ну, пока вот просто держим руку на пульсе, да, желаем им удачи и вернуться живыми. Вот. Ну, тут как, так как мы на Святой Земле живем, можно еще и помолиться, в принципе. Вот. Ну, кому чего. А на самом деле ситуация такая, что каждый пропустил ее через себя. Ну, то есть изнутри ее, да, воспринял. Потому что так или иначе есть там брат-племянник, муж, там, дядя, может быть, двоюродные какие-то, да, братья, которые так или иначе попадают под даже критерии вот этой частичности, да, которые нам говорят. Да. Да. И даже те, кто не попадает, может быть, да, вот, там, возрастом, там, не подходит, там, не служили в армии, все равно так или иначе уже примерили на себя возможность, да, быть мобилизованными. Оказывается, на самом деле, это тот самый был случай, чтобы найти свой военный билет. Ну, да. Я слышала, что многие мужчины вспомнили о том, что есть такой документ в их арсенале и начали напряженно искать, вспоминать, где же он может храниться. Да, там, и читать свои учетные специальности, да, смотреть, в каких там категориях запаса прибывают и так далее, там, вспоминать свои права и обязанности в рамках закона о мобилизации. Поэтому, ну, если вы еще это не сделали, то сделайте, конечно, вот, проверьте свою военную учетную специальность, проверьте, там, свою категорию и, там, приписку, да, там, это флот, там, сухопутные войска и так далее, да. Да, вот, ну, по себе скажу, что я, там, техник электронно-вычислительные машины, да, ну, это в силу своего первого высшего образования. Вот, ну, пока, видимо, эти специальности там не востребованы. Вот, ну, что мы слышим из федеральных СМИ, да, там, водители, артиллеристы, стрелки, вот, собственно говоря, там, ну, такие вот специальности сейчас, как бы, и офицерский состав. Я знаю, что, вот, у меня лично одного знакомого, с которым мы раньше вместе работали, он был старшим лейтенантом после увольнения из вооруженных сил. И вот его в первых рядах призвали. Вот, кстати, сейчас, наверное, единственным источником информации, одним из немногих источников информации о частичной мобилизации остается портал объясняем.рф. И там все время обновляется какая-то информация, какие-то факты, поэтому призываю вас следить за этим порталом. И так как вообще мобилизация в нашей стране не проходила 80 лет, я так понимаю, что механизм, он сейчас вот прямо на практике оттачивается, какие-то нюансы отрабатываются. Я знаю, что есть люди, которых забрали по ошибке, их возвращают, такие случаи, я слышала. Понимаешь? По непроверенной информации есть, в том числе и в Сарове. Что назвать ошибкой, да? Понимаешь, есть закон о мобилизации, да, мобилизационных мероприятиях, он действует на всей территории России. Есть указ президента, да, который... Закон 80 лет. Неважно, понимаешь, этот закон, он существует. Соответственно, те ответственные люди, да, обозначенные в этом законе, а это и главы субъектов, то есть губернаторы, это и главы муниципальных образований, то есть глава города в нашем случае, военкомы, что областные, что местные, да, они все руководствуются требованиями этого закона. И если вы, ну, как бы хотите погрузиться в эту тему, действительно понять, да, свою очередность, там, ошибочно или не ошибочно, попадаете или не попадаете, надо изучить этот закон, да, надо изучить свой военный билет, что в нем написано, да. Соответственно, указ президента, он вводит в действие этот закон. То есть дальше, понимаешь, вопрос ошибочности. Человек был поставлен на воинский учет, получил военный билет, да, прошел тогда медкомиссию, когда-то там, там, 10, 20, 30 лет назад. А сегодня в рамках медицинских мероприятий его вызывают и говорят, мы вас отправляем, значит, в учебную часть. Там уже вопрос, да, он представляет какие-то справки о своем здоровье, да. Здоровье могло поменяться банально, да, то есть на 20 лет назад ты был здоровым, там, 27-летним человеком, 27 лет у нас военный билет выдают. То есть ты 50-летний почти дед. Да, сейчас ты практически 50-летний человек, там, с набором, с букетом, да, болезней, и поэтому действительно вопрос в том состоит, что мобилизация должна быть, наверное, не для того, чтобы собрать всех, да, а для того, чтобы собрать тех, кто действительно способен к несению службы, да. Да, ведь мы говорим о том, что все-таки это специальные военные операции, там не, ну, так сказать, не просто плац, да, там, маршировать придется, там, придется действительно выполнять боевые задачи, да, в чем бы они ни состояли, там, например, там, там, тоже тыловое обеспечение, да, то есть так или иначе, это придется выполнять эти задачи. Мне очень нравится, как действует глава нашего региона Глеб Никитин, что он встречается с призывниками, не призывниками, с мобилизованными, да, правильно, он отвечает на их вопросы, как-то пытается напутствовать. То есть, я знаю, что область собрала рюкзаки, да, с вещами первой необходимости, это кнопочный телефон, это сухпайки, это... Я, кстати, могу сказать, почему кнопочный телефон. Почему, кстати, вот мне интересно, чтобы они снимали, да? Ну, потому что в нем нет, потому что в нем нет геолокации, ну, во-первых, да, это, значит, там отсутствуют элементы, вот, видеосъемки, да, а во-вторых, это геолокация. То есть, сотовые телефоны, современные смартфоны, они все с функцией геолокации, которые отправляются вообще непонятно куда, то есть, понимаешь, имея там российскую сим-карту и телефон, который, по сути, неконтролируемый геолокацию шлет, ну, по сути, пилинговать можно такие аппараты, да. Ну, продолжая тему с Глебом Сергеевичем, что это действительно такой яркий пример для губернаторов, хотелось бы, чтобы, глядя на него, другие точно так же подключались, потому что далеко не во всех регионах так провожают мобилизованных, как это делается в Нижегородской области, это из плюсов. Я также знаю, что в регионе работают добровольцы, которые собирают помощь для мобилизованных, для бойцов, есть и в Сарове тоже такие волонтеры, и если вы хотите включиться и помочь, то в социальных сетях, ВКонтакте можно найти группы, контакты волонтеров, которые занимаются сбором помощи нашим военным, вы можете передать как-то полчаса. Я не уверен, по-моему, радость моя у нас волонтерский центр занимается. Да, в том числе, но вся информация есть в социальных сетях, можно просто по запросу. Сейчас очень много, на самом деле, еще предупредить хотелось, много мошенников, которые так или иначе, типа, собирают помощь, и тут вот главное понять, что ты именно в правильном, да, как бы работаешь в направлении, поэтому вот я говорю, что лучше с городскими, да, центрами помощи. Ну, не переводить деньги на случайные номера, конечно, да. Да, пообщаться непосредственно с волонтерами, тем более в нашем городе это легко сделать, там, доехать, куда-то созвониться, встретиться, да, обсудить детали, и ты будешь уверен, как минимум, что ты, твои средства, и там, твоя помощь попадет, ну, как бы в нужные руки. Давай к более позитивным новостям, хотя у меня есть чувство, ты опять можешь вывести тему куда-то и не туда. Я специалист в этом. Что в Саровине группа энтузиастов во главе с депутатом Денисом Щербуха начала работу по реконструкции питомника для животных. Ну, реконструкция – это не то слово, тем более он у нас на прошлой неделе в передаче был, да, вы можете посмотреть у нас в соцсетях, в группе ВКонтакте, канал 16, выпуск актуального интервью с Денисом Щербухой. Он там объясняет все-таки, да, причину следственной связи, да, и что же они непосредственно там делают. Реконструкция, это, конечно, звучит как капитальный ремонт, но на самом деле, да, там много вопросов благоустройства, да, много вопросов ремонта, там, например, вентиляции, вольеров и так далее. Но я все-таки немножко с другой позицией, наверное, да, выступаю, хотя вхожу в эту рабочую группу, о которой он говорил в рамках Комитета городского хозяйства, вот он рассматривает вопрос, мы создали рабочую группу, и моя мысль, да, присутствует там, это все-таки повлиять на, возможно, некую законодательную нормативную базу в части содержания животных. Я все-таки уверен, что первой причиной, почему животные оказываются на улице, это нерадивые хозяева. Сто процентов. Вот, потому что уже потом они сами по себе плодятся, да, а так, что привезли откуда-то, значит, щенка, щенок вырос, сначала он был милым, красивым, пушистым, дети радовались внуки там, а потом он вырос в большую собаку. И никто его кормить и содержать не хочет, поэтому... Гулять с ним. Да, гулять, то есть, не задаваясь вопросом об ответственности за содержание этого животного, ну, просто там, под зад пинком, да, на улицу, гуляй где хочешь, ешь, чего хочешь. Ну, все потому, что мне кажется, что в нашей стране фраза «мы в ответе за тех, кого приручили», она таким налетом лирики покрыта. Вот этот ответ, типа, вот моральная ответственность, я взял щенка, я должен за него отвечать. Я думаю, что «мы в ответе за тех, кого приручили», это должна быть какая-то вот законодательная фраза. Ты взял собаку, будь добр, неси за нее ответственность. То же самое кошку, там, я не знаю, это только рыбок можно спустить в реку, и то может там нарушиться какой-то баланс. Да нет, пойдут на корм. Шучу. Да, здесь все-таки проблема, во-первых, да, в том, что это бесконтрольное содержание, да, то, что мы не знаем, сколько реально у нас там домашних собак или кошек, отсутствует система их регистрации, учета, да, вот именно домашних. Я не говорю про тех, кто на улице бегает, до них мы еще дойдем, вот. И третье, отсутствует мера ответственности, как именно ответственность, да, что называется там уголовная ответственность, административная ответственность, да, это уже дело не в морали, да, а именно вот в наказании, будем говорить так, за недобросовестное, во-первых, содержание, да, во-вторых. Но это жестокое, кстати, обращение, если ты выкидываешь животное на улицу, это жестокое обращение с животным. Понимаешь, вопрос, вот жестокое обращение с животными, ну, например, вот с чего все началось, отравили собаку, да, бездомная собака съела какой-то корм, отравилась, там ее подобрали волонтеры, отвезли в ветклинику, но там ее спасти не смогли, вот. То есть кто-то разбрасывает еду с отравой. Ну, я тут же хотела... Вот это, собственно говоря, жестокое обращение. Я не оправдываю докхантеров, ни в коем случае причинять вред, убивать живое существо, это, ну, бесчеловечно, но, тем не менее, проблема бездомных собак в Сарове дошла до того, что... Отчаявшиеся люди какими-то методами пытаются с этим бороться, потому что, ну, выбирая между собакой и своим ребенком, который боится проходить мимо стаи, и, к сожалению, очень много примеров по стране, когда вот эти собаки накидываются на детей, они действительно могут причинить им непоправимый вред здоровью, кто-то может, да, там, раскидать какую-то отраву. Ну, вот все-таки я закончу с этого, это ужасно, но, понимаешь, это вопрос в том, что тогда система не функционирует так, как должна функционировать. Если мы говорим про закон, который действует сейчас, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Вот, к последнему слову, выпуск, то есть собаки бездомные, да, были отловлены, были стерилизованы, то есть они не могут иметь больше потомства, они беркованные все, да, обязательно, если вы видите беркованную собаку, значит, она и вакцинирована, и стерилизована. И не агрессивные. Да, и не агрессивные, и ее выпустили в ту же среду обитания, откуда взяли. То есть, по сути, это все наши, ну, те же самые городские собаки. Но человеку, который видит стаю собак на улице, им не объяснишь, что это вот, ну, они там доживут свой век, да, там, 3-4 года, и сами, так сказать, уйдут, не дав потомства. Не объяснишь. Но на их место приходят другие. Да, фобии, страхи, опять же, то, о чем ты говоришь, там, не объяснишь человеку, который боится за своих детей. Но это не значит, что надо действовать, извиняюсь, живодерскими методами, да. Да, и вот разговор о том, что СВВ не работает, да, система, что собак возвращают, а, например, волонтеры вообще настаивают на пожизненном содержании собак в приютах за счет государства. За счет тех, кто от этих собак избавился. Вот они должны платить штрафы, и эта статья должна идти на содержание приюта. Вот к этому мы как раз... Смотри, все у нас складывается в теории. В теории все замечательно. Как раз к этому и мое участие сводится, да, потому что приезжал вот на последнем комитете, мы разговаривали, начальник управления ветеринарного Нижегородской области, то есть человек, у которого в ведомстве находятся все вот эти ветеринарные клиники и приюты по всей области. И он как раз рассказывал о том, что сейчас, да, будет вводиться закон об обязательной регистрации и чипировании всех домашних животных. Вот, но в дальнейшем непонятно. То есть вроде бы как собираются вносить изменения в Кодекс административных правонарушений области. То есть если твоя зарегистрированная собака была отловлена в рамках программы СВВ, то тогда что? Как я это вижу на практике, да, то есть считали чип, определили хозяина, она зарегистрирована, и к этому хозяину обращаются. Ты свою собаку потерял? Случайно? Или ты ее, так сказать, отказываешься от нее? Если ты ее потерял и действительно искал, да, то тогда тебе там, ну, небольшая оплата за то, что тебя собаку поймали и, так сказать, возвращают, ну, 500 тысяч рублей, например, да. То есть все-таки это работа службы, и она должна быть оплачена. Второе, если ты сознательно ее выгнал, то тогда это пятикратный, десятикратный размер должен быть. Вот, соответственно, полная оплата услуг и штраф. Да. Вот, и только тогда мы будем говорить об ответственности, да, ну, дальше я уж не буду забегать вперед, сказать, что все зарегистрированные собаки должны облагаться налогом. Если мы говорим про деньги, да, ну, например, вот тот же руководитель ветуправления нам заявляет, в следующем году на наш приют будет потрачено два с лишним миллиона рублей. Ну, поймите, это два миллиона, они не из воздуха, да, это из наших налогов. То есть все, даже у кого нет собак, там, нет кошки дома, да, скинулись там какой-то суммой в пересчете на человека, значит, на то, чтобы наш приют функционировал. Ну, в этом, я считаю, нет собраться. То есть если мы говорим о том, что все животные должны быть зарегистрированы, то за них должна быть ответственность, если их поймали. Согласна, согласна. А у нас воспитывается, к сожалению, менталитет такой, что человек воспитывается только рублем, никакие другие не работают. Ну, к сожалению, вот к сожалению, вот пока видно, что, да, моральная ответственность за тех, за кого приручили, не работает. Если не будет появляться новой популяции, новых выброшенных животных, то программа вот эта ОСВВ, она начнет работать. Она не будет работать, если популяция постоянно пополняется за счет свежевыброшенных животных. Ну, вот, как он говорит по поводу экспертной оценки, сколько срок, да, работы? Три года. Три-четыре года, когда действительно программа дает свой результат. То есть именно сокращение популяции животных на улице. Вот волонтеры сегодня заявляют, что порядка 250 собак. В Сарове. В Сарове бездомных. В Сарове бездомных. Это очень много. Да, ну, понятно, что часть из них содержится где-то на передержках, где-то в приютах частных, да, где-то волонтеры их сами там содержат. Но это все равно очень много. Ну, и мы знаем, что и по городу они бегают там на улице Силкин, на улице Казамазова, вот, ну, Зрукова. Есть две стаи собак достаточно больших, в смысле, большие стаи, там, собачки там небольшие. Ну, это уже собаки, которые вышли, да, из программы? Вроде как они берковные. По крайней мере, на Силкина я видел, что у собак на ушах бирки. Давай еще о хороших новостях. В 11-й школе сменился подрядчик, наконец приступил к работам. И школу такие начинают строить. Хорошая новость. Как мы об этом узнали, да, только. Хорошая новость, конечно. Ну-ка давай, уведи ее опять в негатив. Да не, не, на самом деле, тут несколько же событий, да, с того момента, когда мы в последний раз это обсуждали. Во-первых, извинился бюджет города, и там добавили средства на заключение нового контракта. Собственно говоря, исходя из этих денег, сейчас будет новый контракт. Понятно, что срок уже, ну, никак не конец этого года. То есть, скорее всего, еще год, как минимум, да, мы будем достраивать эту школу. А, как обычно, у нас тревогу забили, значит, родительский комитет, которые, значит, там, начали наводить, так сказать, вопросы, точнее, задавать, да, о том, что по поводу того, что со стройплощадки начали вывозить стройматериалы. То есть, все понимали, что вот оно идет к заключению, там, нового контракта, там, так или иначе, время уже подошло. Так, подожди, а почему их вывозят? Вот. По объяснениям администрации, старый подрядчик забирает старые стройматериалы, которые не были предъявлены к сдаче. То есть, ведь, понимаешь, это расторжение любого договора, тем более в процессе его исполнения, требует, ну, фиксации фактически выполненных работ, да. И вот то, что ты завез стройматериалы, но еще не использовал их в работу, это не значит, что у тебя администрация, там, да, или заказчик примет их. То есть, как бы ты их можешь оставить, там, на стройплощадке. Видимо, часть материала было решено вернуть ТСК, чтобы не платить за них. Тем более, сейчас будут к ТСК несколько исков по возврату авансов. То есть, это уже, как бы, работа ведется. И вот Родком увидел, что материалы... Да, да, Родительский комитет забил тревогу. Все, воруют материалы, значит, там, и... А тема поднималась. Достаточно ли хорошо охраняется стройка, да? Да, да, да. Много раз об этом говорили. И вот именно из этого сообщения мы узнаем, что, оказывается, пришел новый подрядчик, и вот теперь-то вот он, значит, там, старый освобождает стройплощадку от тех материалов, которые, типа, остались, не нужны и так далее. Ну, ребят, ну, а в чем проблема? Сразу сообщить о том, что пришел новый подрядчик, и завтра там ТСК будет вывозить стройматериалы, всем стоять, никому не двигаться, панику не наводить. Ну, я так понимаю, что в каком-то особом порядке, да, был договор заключен? Ну, тут я тебе ничего не скажу. Мы как раз, собственно говоря, на следующем, скорее всего, заседании комитета по градостроительству и городскому хозяйству будем этот вопрос обсуждать. Потому что, как бы, время подошло, и все-таки давали шанс, да, администрации как-то заполнить этот вакуум информационный, там, все-таки привести подрядчика, да, решить эту проблему, потому что, ну, она действительно, там, важная, да, для нас стройка. И не только эта стройка, а стройка еще и дороги на детскую поликлинику, потому что поликлиник-то идет своим чередом, да. Достаточно быстрыми, кстати, так? Да. Ну, вот сейчас вот ДЭП немножко почистил стройплощадку, то есть от того строительного мусора после снесенных с гаражей как минимум вычистили, то есть, вот, территорию. Дорогу будет ДЭП достраивать? Не знаю. Тоже неизвестно. Вот вообще, вот, понимаешь, что все это в каком-то информационном таком вот пустоте посуществует. То есть, если бы мы, как бы, ежедневно, там, или еженедельно хотя бы видели какие-то пресс-релизы на эту тему, то можно было бы говорить. Так мы вот только вот на заседании, там, комитетов, да, вызываем профильных чиновников, и они нам на словах, там, объясняют, какова текущая ситуация с тем или иным, там, строительством или какой-то проблемой, да, текущей. Ну, я извиняюсь, вы, депутатский корпус, вы можете потребовать какие-то еженедельные отчеты, например, от твоих департаментов? Вопрос необходимости, да, обоснованности этого вопроса. То есть, если там еженедельно, ну, во-первых, чиновники нервные очень люди, да, у них и так много работы и ответственности. Особенно бумажные. Да, и ответственности, тут еще мы на них будем наседать. Я не против наседать на чиновников, да, но только там, где это действительно необходимо, да. Если мы говорим о еженедельном контроле за, там, строительством дороги, ну, если там ничего не двигается, там нечего еженедельно контролировать, да. Вот, потом все-таки нужно в этом какую-то систематизированность иметь, да. Вот есть городской комитет, комитет по городскому хозяйству, давайте в рамках него и действовать. То есть, если нужно разработать какой-то нормативный документ, рабочую группу, в нем обсуждаем все возможные изменения, да. Ну, и ты говорил, что комитет, заседание комитета планируется, да? Ну, я надеюсь, что вот недели-две, ну, Бородолин, как обычно. Наверное, с новым подрядчиком хочется познакомиться, представителем каким-то, посмотреть в его глаза. Слушай, это нижегородский подрядчик, я не уверен, что он это самое, ну, вроде как, собирается сюда ездить наверняка, да. Но можно сделать выездное заседание, я думаю, это будет правильно. Ну, конечно. Да, то есть, там и спросить, а что было принято, а что не было принято, да, какой объем работы, какой план работать. Любой договор на стройку, он предполагает план организации строительства, это документ, один из основных документов стройки. И, соответственно, по этому плану обсудить там сроки реализации или какие-то этапности контроля. И туда же пригласить родительский комитет, потому что там очень ответственные женщины, которые следят, требуют. Конечно. Ну, они, понимаешь, их положение, конечно, можно понять, они там в очень отчаянном положении находятся, да, потому что так все у них было хорошо, и вдруг вот такая трагедия. Одна школа недостроена, во второй идет ремонт параллельно учебного процесса. Да, накладывается, потому что переживают, что их целиком полностью перенедут из этой 11-й школы, там, например, в первый интернат. Я надеюсь, да, что в ближайшее время состоится вот это выездное совещание, которое мы сможем показать и в выпусках новостей, возможно, в актуальном интервью мы тоже обсудим. Потому что, ну вот сейчас очень много вопросов, да, действительно, что за подрядчик, надежный ли подрядчик, какое у него резюме, не подведет ли он как предыдущий подрядчик, какие материалы вывозят, много ли работ, успеют ли. Вот это просто на вскидку. Да, и это не только много ли нашей работы, а много ли у него еще контрактов, в которых он тоже сидит там, условно, на бюджетных деньгах, да, где он тоже что-то обязан сделать. И по дороге тот же вопрос. Вот достроить поликлинику будет обидно, если поликлиника готова, дорога нет. Ну вот столько вопросов. В дороге там все еще интереснее, там ошибки в проектировании были, должна была быть проложена ливневая канализация, ну то есть это прям колодцы, трубы там, вот это все. Но она совпала по уровням подземным, да, с электрическими кабелем, которые идут на 21-ю площадку. И как их теперь вот обходить? Это нужно техническое решение. Куча вопросов, проблем, которые каждый раз требуется решать. И я понимаю, что да, вот лезть под ногти специалистам из администрации, да, когда у них вот, ну действительно, забота очень много со своим депутатским контролем порой мешает. Это надо делать полномерно, чтобы они понимали, что у них есть определенные там сроки, не раз в неделю, да, там где-то раз в месяц прийти на комитет и отчитаться о проделанной работе. Ну тему по этому строительству не поднимали с лета, поэтому я думаю, что... Ну вот да, где-то месяца два получается уже. Время пришло. Время пришло. Спасибо за эти ответы. С вами увидимся на канале 16, на канале Саров-24. Оставайтесь с нами. Пока-пока. До свидания.